Джерри Линросс – американский астронавт и следователь НАСА «Первый человек», совершивший семь космических полетов общей продолжительностью 58 суток 1 час 1 минута 24 секунды и 9 выходов в открытый космос. В настоящее время из летного состава выведен. Биография Джерри Линросс родился 20 января 1948 года в Краунпойнт, штат Индиана. После окончания школы в 1966 году Джерри поступил в университет Пердио, который окончил в 1970 году, получив по специальности машиностроения степень бакалавра. В том же году Рос окончил обучение по программе офицеров резерва и поступил в ВВС США. В 1972 году Рос получил степень магистра наук и перешел на действительную службу. На базе ВВС Райт Паттерсон Вагайо Джерри служил в лаборатории испытания реактивных двигателей, в отделе прямоточных воздушно-реактивных индукторных двигателей. Участвовал в работах по созданию системы наведения для сверхзвуковых ракет и был главным инженером проекта по разработке стратегической ракеты воздушного базирования. С июля 1974 года по июль 1975 года Рос занимал должность специалиста по административным вопросам и начальника оперативного отдела. В 1976 году Джерри Рос закончил курсы инженеров полетным испытанием при школе летчиков-испытателей на базе ВВС Эдвардс. Там же служил в 6050-й испытательном крыле. Затем Рос был главным инженером программы проведения оценки пилотажных качеств самолета-разведчика PC-135S и руководителем инженерной группы при проведении летных испытаний стратегического бомбардировщика в одном. В феврале 1979 года Джерри Рос был переведен в отдел операции с полезной нагрузкой в космическом центре Джонсона, где и служил до момента зачисления в отряд астронавтов работы в НАСА. В мае 1980 года Джерри Рос был зачислен в отряд астронавтов НАСА в составе девятого набора в качестве специалиста полета. С июля 1980 года проходил курс АКП, по окончании которого в августе 1981 года получил квалификацию специалиста полета и назначение в отдел астронавтов НАСА. В отделе Джерри Рос занимал разные должности, в том числе был членом экипажа и поддержки, оператором в связи с экипажем, руководителем отделения обеспечения полета, членом комиссии по набору астронавтов в 1990 году, исполняющим обязанности заместителя отдела астронавтов, главой отделения вне корабельной деятельности и работотехники, главой отделения поддержки полетных операций в КЦ «Кеннеди». В отставку из ВВС Рос вышел 21 марта 2000 года. В июле 2002 года был переведен в разряд астронавтов-миниджаров. В настоящее время работает руководителем отдела комплексных испытаний шотлов в КЦ «Джонсона». Свой первый полет Джерри Рос совершил в качестве специалиста полета на шотле «Атлантис СТС-61Б». Продолжительность полета в период с 27 ноября по 3 декабря 1985 года составила 6 суток 21 час 6 минут и 7 секунд. Во время этого полета Рос выполнил два выхода в открытый космос 29 ноября 1985 года длительность 5 часов 32 минуты, 1 декабря 1985 года длительность 6 часов 38 минут. Второй полет с 2 по 6 декабря 1988 года Джерри Рос совершил свой второй космический полет. В качестве специалиста полета шотла «Атлантис СТС-27» общая продолжительность полета составила 4 суток 9 часов 6 минут и 20 секунд. Третий полет с 5 по 11 апреля 1991 года Рос в качестве специалиста полета совершил третий космический полет на шотле «Атлантис СТС-37». Общая продолжительность полета составила 5 суток 23 часа 33 минуты и 40 секунд. Во время этого полета Рос выполнил два выхода в открытый космос. 7 апреля длительностью 4 часа 24 минуты, 8 апреля длительностью 6 часов 11 минут. Четвертый полет с 26 апреля по 6 мая 1993 года Рос совершил четвертый космический полет в качестве специалиста полета «Атлантис СТС-55». Общая продолжительность полета составила 9 суток 23 часа 39 минуты 59 секунд. Пятый полет с 12 по 20 ноября 1995 года Рос совершил свой пятый космический полет в качестве специалиста полета «Шотлэ Атлантис СТС-74». Общая продолжительность полета составила 8 суток 4 часа 31 минуты и 42 секунды. Шестой полет Рос в качестве специалиста полета совершил с 4 по 16 декабря 1998 года на «Шотлэ Атлантис СТС-88». Общая продолжительность полета составила 11 суток 19 часа 18 минуты и 47 секунд. Во время этого полета Джерри Рос выполнил три выхода в открытый космос 7 декабря длительностью 7 часов 21 минуту, 9 декабря длительностью 7 часов 2 минуты, 12 декабря длительностью 6 часов 59 минут. Седьмой полет. С 8 по 19 апреля 2002 года Джерри Рос совершил впервые в мире седьмой космический полет в качестве специалиста полета «Шотлэ Атлантис СТС-110». Таким образом он побил предыдущий рекорд, но перед своим седьмым полетом Рос заявил, что обладатель этого рекорда Джон Янг – его кумир и никто. По его словам, Янга не превзойдет Джон Янг из Михера. В свою очередь, Янг к падению своего рекорда отнес и философский в одном интервью он сказал «Рекорды существуют для того, чтобы их побивали. Я очень горд стариной Джерри, он умеет работать. Прекрасно, что люди начинают летать в космос чаще, чем мы привыкли». Общая продолжительность полета составила 10 суток 19 часа 43 минуты и 48 секунд. Во время этого полета Джерри Рос выполнил два выхода в открытый космос – 13 апреля, длительностью 7 часов 30 минут, 16 апреля, длительностью 6 часов 37 минут. Наградой в общей сложности Джерри Лин Рос награжден 15-ю медалями. Из них – медаль «Легион чести», медаль «Министерства обороны» за отличную службу, медаль «Министерства обороны» за похвальную службу, медали разведывательного управления за достижение, 7 медалей за космический полет.